МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечная слава и вечная память об героизме наших протков. Сегодня – 77-ая годовина вызволения Лельчицкого района от немецко-фашистских захопников. С этой нагоды в райцентры прошел рачистый митинг. А дать данину поваги народному подвигу из класса к ветке пришли представники улады, прационных коллективов и громадских объединений. Дмитрий Котов с подробностями. Никто не забыты. Словы, выгравированные напомнику опергруппе ЦК ОЛКСМ, як нельга лепша длюстровують ставлення мясовых жихаров до трагичных падей, шасове Али Каячиной. Память об героизме протков на Лельчицкой земле берагуть. Тут добро ведают, якая цена была уплачена за сёняшнее мирное життё. Лельчицкую землю историки невыпадково называют «Полеской-Хатынью». Ей лёс повторыли Милошевичи, Глушковичи, Поболовичи и Тонеж. У четырёх вёсках было заживо спалено 740 мирных жихаров. Амаль 1800 человек были согнаны у Германию, 150 их не вернулись до дому. За свободу и незалежность родной земле отдали свои житти больше 2700 жихаров района. Сегодня очень большой праздник для всех жителей Лельчицкого района. Он одновременно и грустный, и радостный. Мы сегодня знаем, какие потери понесли в целом вся большая страна. Ну и, конечно же, много жителей Лельчицкого района погибло для того, чтобы мы, теперешнее поколение, жили в светлой, прозвитающей, свободной, независимой Белоруссии. Лельчиццы были вызволены и 23-го студеня 1944 года у вынеку Калинковицко-Мазырской операции. В боях принимали удел 14-я гвардейская кавалерийская дивизия под керовництвом генерала Каблова, 117-й стрелковый полк и Лельчицкая партизанская бригада. Однако ворох не жадал соступать. Сутыгнение с фашистскими отрадами колени великих вёсок протягивались еще на протягу двух тыднёв. Чаги сопротивления оказывались довольно значительные и продолжительные в районах Краснобережья, Острожанки при форсировании реки Уборц, а также в районе Симонийской, Симонийской рудни и городка. Там бои продолжались еще где-то до февраля месяца, числа до 8 февраля. На жаль, Светка, у этих героичных подей с кожным годом усё меньше. Час не шкодуе. Коли ещё медлым летом в Лельчицком районе проживали 11 ветеранов, то зараз засталися только двое. По стане здоровья они уже не могут присутничать на митингу, однако про их николи не забывают. Члены БРСМ, например, приезжают у гостиков, да помогши вырешить хатные справы, да и просто погутырыть. Для ветеранов это завсёды лепший подарунок. А для молодых людей свой особливый урок мужности. Могчимость почуть всю правду об войне от людей, які на свои очи бачили в весь яежах. Молодежь это всё помнит. Мы должны учиться на чужих ошибках. И в будущем молодое поколение, оно должно понимать, что так как мы научились на чужих ошибках, не повторять и хранить то, что у нас сегодня есть. Хранить спокойствие, хранить свободу, хранить это же мирное небо над головой. Поэтому сегодня молодежь, я вам скажу, оно всё больше проявляет свою гражданскую позицию, особенно в это время. Это очень сейчас актуально. Наступным районным центром, выратованным от ворога у 44-м годе, стал Рогачоу. Тут годовину вызволения означают 24 лютого. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» з Лельшицау. Протягиваем выпуск. Мазырская городская больница поступово вертается до звычайного режима работы. С так званой червоной зоной переведены три отделения. Из весны минулого года шастку медсов тут перепрофиливали для пациентов с коронавирусом. И в первую и другую хвалю пандемии с ними працевали урачи разных специальностей. Не только терапевты, а и кардиологи, урологи и иншие. Теперь яны поступово вертаются до работы по профиле. Число коек учреждений составляет 1159. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было перепрофилировано 426 коек. Во вторую волну дополнительно были дополнены кислородные точки и закуплены кислородные концентраторы. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки для профильного приема пациентов переведены на обычный режим работы урологическое отделение, отделение детской хирургии. Сегодня проходит санитарную обработку 30 коек кардиологического отделения для оказания плановой помощи. В кардиологическом отделении завершается масштабная санитарная опрацовка. Старанно дезинфицируется кожный куток от ложков до санвузлов. До свышенного графика больница будет вертаться поэтапно, уличивающие прогнозы эпидемиологов. Вядома, что пик в острых респираторных захворываниях традиционно пропадает на середину лютого. Небеспечный вирус по кульне пероможенный, а значит маски, сродки дезинфекции и социальное дистанцирование по-ранейшему обовязковые для кожного. Выпробование коронавирусом проходят не только люди, а и целые галейные экономики. 2020 год для многих промысловых гигантов стал экзаменационным. Беларусь ранее из-за других научилась гулять по новых правилах и зрозумела, как работать прибыток даже в умовах карантинных мер. Например, БМЗ. 80% его продукции – это экспорт. Зразумелая справа, весной 2020-го его показчики стали видовошно страшивать позиции. Деничать пришлось худко. Пероглядели попыт, зарабили упор на инновации, научились выпускать новый товар. С такими конкурентными перевагами удалось аккуратно зайти на вызволенные рынки и поступово нарастить поставки в Европе, Африце, Америце и Новотазии. Итак, расскажи, какие были выявлены замечания перед отгрузкой металлопродукции. Якость под контролем новой техники, и она фиксует внешний внутренний брак продукции. Повсюдно автоматы, ка и все же без удела человека не идет ни один вытворческий процесс. Кирилл Кауноу працует на БМЗ 15 годов. Техникум, армия, институт, потом и первое место працы. Починал с высшенным слесаром. Сегодня киралник цеха. В команде такие же молодые специалисты, все с амбициями и мкнением до поспеху. Мне нравится заниматься внедрением новых технологий. Этот цех перевелся, собственно, из-за того, что это новое производство. Я прошел путь его полностью формирования от монтажа оборудования на фундаменте до его пуска наладки. У целом БМЗ Сюня гэта 11 тысяч супрацовников. Выник их працы шакают на Амкадоры, Мази, МТЗ и инших автогигантах краины. Завод закрывает и республиканские потребы, и продает за мяжу. Поставки идут с чигуношным, автомобильным и поветранным транспортом. География экспорта около 50 стран на всех континентах. В 2021 году тут глядясь с оптимизмом, хоть по передней годы были непростыми. В 2019 году с тяжкостью отрималась утриматься на плаву. А 2020, карантинный год, увел кому многие экспортно-ориентованные гиганты света. На БМЗ экономичную турбулентность отшули уже в соковику. За межный аутопрам с Шоу Спяшку колькость покупников резко поменьшилась. И все же белорусский металлургичный свой конвейер не спынил. Старался занять ниши на вызволенных рынках у Европы, России, Турции. Пероглядил ассортимент, где попыт заставался, объемы вы решили повеличить. И не прогадали. Были непростые времена, где приходилось и на две трети часть людей отпускать. Потому что не было загрузки мощностей. Где-то и по зарплате немножко снижения были. Но по мере того, как восстанавливалась в целом вся экономика, естественно, мы и начали добавлять и по заработной плате и так далее. Стали выпускать и новинки. Например, дрот с повышенным узроем трывалости. Науковые доследования отримали добрые инвестиции. И сегодня 20% выпуска – это новая продукция. Так 2020-й вошел в историю завода как год инноваций. Сейчас БМЗ загружены на 90%. Это самый оптимальный объем. Экспортные отгрузки в Новом году открыла Испания. И в целом в европейском накерунке объемы прокметно взросли. Когда сравнивать с минулым годом, студент обещает великий валютный плюс. В Беларуси необходимо работать над повышением престижа наставницкой працы. Такой думки поддерживается и рынок лимянок – старшиня Светлогорской районной организации Белорусского профсоюза работников эдукации и науки. Простритые дни она проставит регион на Усебелорусском народном сходе. Подробнее о пропоновах, которые будут огучены на форуме, далее в сюжете. Гимназия города Светлогорска занесена на областную дошку гонору. Пришим уже четвертый раз за криху большим 20-ти годовую историю установы. Ирина Клемянок – частый гость в гимназии. Завсюду спытая, как справа – и у наставников, и у ученев. И обовязково допоможе, когда возникнет такая необходимость. Зараз старшиня Галинового профсоюза знакомятся с ходом подрихтовки олимпиадников, что год на ученце гимназии улику лауреатов заключенного республиканского этапа. У нас сейчас всю третью четверть свободное посещение, и мы усиленно занимаемся, готовимся каждый день. Приходим на выходные, тоже занимаемся. Стремлюсь хорошо себя показать. Добро проявляют себя наученцы и у инших накерунках. Яна Завсюду – улику лепших, у творших и спортивных споборництвах. В первую очередь кадров, отбор кадров, который сегодня проводится здесь в гимназии, до меня проводился и проводится настолько внимательно. Ну и я, как руководитель, конечно, и администрация, мы на сегодня очень бережно относимся к нашим педагогам. Потому что выслушиваем каждое замечание, каждое предложение на то, чтобы был вот этот успех. Уваги заслуговывает не только Светлогорская гимназия, але и в целом система адукации района. По выниках минулого навучального года отдела адукации признаны лепшим у своей категории. Это выник в первую чергу зладженной работы наставников. А так само – поддержки с боку профсоюза. Громадская организация стимулюет материальными выплатами, организовывая якосный отпочинок, а с початку пандемии допомогает с набытьем сродков индивидуальной обороны. У нас довольно-таки слаженно работает система социального партнерства между отделом образования и районным комитетом профсоюза. На равноправии, на взаимном уважении решаем совместно вопросы. И поэтому работа слаженно идет вперед. Ирина Клеменок скончила Луевское педагогичное училище, а так само – Мазырский пединститут. Больше як 20 годов прасовала у сельской школе. С початку – выхователем группы подожанного дня, а после – наставником початковых классов. И она з'является дипломантом областного конкурса «Наставник года» и республиканского «Белорусский майстер-2018». Так само Ирина Клеменок – депутат Боровиковского сельского совета. И она допомогала у ворошении проблем с доброупорядкованием. Зараз до ЕЕ частей звертаються с пытанями, што тышится аддукацией. Далекатому си «Белорусского народного сходу» Ирина Клеменок обранная у першыню. Каже, што для ЕЕ гэта великая адказнасть. Пропану хапая, ёсь абшым размавлять. Перш за усе, на думку Ирины Клеменок необходна повышать прэстыш профессии педагога, прас больш тесная узаймадеяния с батьками и вучнями. «Чтобы у педагога был достойно оплачен труд, чтобы действительно возродить традицию уважения к профессии учителя. Хотелось бы через какие-то активные приемы, методы, формы работы, чтобы союз трех сердец – это педагоги, это обучающиеся родители – звучали в унисон. А для чего? Для дальнейшего развития, для дальнейшего процветания нашей страны. Планируем расширить работу с молодежью, побольше встреч, побольше общения. Очень важно, когда будут присутствовать на этих встречах, возможно, и родители, и педагоги, когда будем слышать каждого, понимать каждого и решать совместно поставленные какие-то задачи». Дмитрий Кутов, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска. До инших тем. Что робить, коли батьки сдольные, только народить детей, растить и выховывать не могут и не хочуть. И отказанность за это хлопчика у девчонок доводится брать на себе державе. Но кроме хлопотов за детей, держорганам нужно заниматься и батьками, уладковывать их на работу и примушать развитаться с алкоголем. Проблем по выполнению декрета номера 18 – шмат. Эту тему обмерковали на посажении областного координационного совета, которое прошло в формате видеоконференции. Мы это проанализовать, как в районах и «Гомеле» выполнялись дорушения, которые отримали службы профилактики на подобном посажении у «Веросни». На жаль, из некоторых районов пришли абсолютно формальные справоздачи без необходных лишбов и тлумаченьев. Некоторые райцентры с дорушениями справились больше поспехово. Подчас размовы специалисты нагадывают. Головная профилактика социального сиротства. А еще надо больше активно заниматься батьками. Шукать для их працу, потом отсушивать присутность на прационных местах. А так само допомогать развитаться с разного роду залежностями. Утым лику алкогольной. Дарыши допомагают с таким семьям не только дяж структуры. Финансово, например, бизнесмены и доброчинные организации. Итоги прошлого года, соответственно, были изъяты из семей порядка 260 детей. Была проведена определенная работа. И 56% от детей, которые были сняты с учета, они были возвращены в биологические семьи. Это, конечно, показатель ниже, чем 2019 года. С чем это связано? Это связано с тем, что семьи, с которыми работали в прошлом году, имели ряд проблем. В том числе это алкоголизация, это безработица. И поэтому позднее отобрание. И возникли определенные проблемы по работе с этими семьями. Так само в регионе распрацованы и узгоднены на всех взрывнях алгоритм, где адлюстрованы правила социального сопровожения семья, у которые были вернуты и дети. Как денежать, когда житевый комфорт залежит у себя от семи преступок, что становится, бодай, что не передольной перешкодой. Размова об семье, в которой растет дитя-инвалид. Хлопчик не может самостоянно выйти на улицу, а инвалидную коляску у мати просто не засталось сил тягать по преступках. Как выращали проблему, доведалась Марина Северьянова. У Алены трое детей. Сын и дочка совсем маленькие, ходят в детячий садок. Старый сын – инвалид-колясочник. Зараз шмодетная семья живет в Аурыцком, а у Красной недавно набыла квартиру. За то, что дитя не может самостоянно рухаться, квартиру попросили на першем поверсе. Але и тут узникла проблема, як переодолить приступки от угохода до жилья. Нам сложно спускать ребенка на улицу, потому что все-таки четвертый этаж – это тяжело. Мы построили квартиру так, как многодетная семья на первом этаже, для того, чтобы нам было удобнее спускать, поднимать ребенка с коляской. Но опять же, здесь же ступеньки – это тяжело. И за помощью мы обратились в Гомельский районный УКС для того, чтобы нам помогли приобрести подъемник для инвалидной коляски. В течение года нам установили подъемник, за что мы очень благодарны. Теперь мы без препятствий выходим на улицу. Ребенок наш может дышать воздухом. Под час интервью Алена не может стремать слез. Здоровые люди на Урате назовут с оправданным счастьем махчимость беспрошкодно гулять по улице. А для подлетка, прикованного до инвалидной коляски – это, бодай, что самое головное в жизни. У мати за шматых годов литерально стратила здоровье, поколь носила кресло с сыном на улицу и снова до дому. Замочек сняли, спустили платформу. Здесь ставим коляску. Коляска никуда не съедет, потому что борты подняты, опоры есть для коляски. Ну и дальше я стою вместе с ним и подниму. Может, вы держите коляску и вас рядом? Да, да. И дальше мы поднимаемся вверх. Видите, это вам тяжело сейчас? Нет, это несложно. Ну, а это, может, можно сравнить с ручной мясорубкой. До речи, добрая справа обошлась и управлению по капитальным будовництве Гомельского района прикладно уже с половой тысяч рублей. Але на такие мэты тратить гроши не шкода. С этого года конкретно на домах такой этажности уже проектируются и будем начинать строить жилые дома с лифтами, которые позволят улучшить проживание всем людям в таких жилых домах. Ну, вы имеете в виду лифты широкие, да? Широкие, да. Это инвалидное кресло. Конечно. Но, кроме того, что проектируются дома с широкими лифтами, наверняка лифт должен приходить сразу на площадку без ступенек, правильно? Да. Безбарьерная среда была соблюдена от начала, да, от пандуса, который идет к лифту. Абсолютно верно. Так, как в многоэтажных зданиях города Гомеля и остальных. Про планы по развитию инфраструктуры Гомельского района, перспективные будовничные рашения, новые микрорайоны, электродомы мы расскажем о программе «Великая будовля». Глядите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» 31-го студента о 19.01.45. Марина Севриянова, Сергей Лукашук, телерадуэ компания «Гомель», Гомельский район. Гомель переходит на электронные квитанции по оплате за жилево-коммунальные послуги. Али и паперовые, поколь никто не отменяя. Оформить заявку на интернет-рассылку можно по телефону альбо на сайте rsc.gomel.by в разделе «Электронное поведомление». Там размешанная подробязная покроковая инструкция. Новое уведение связано с тем, что сегодня большесть платежных операций люди проводят виртуальным шляхом. А кроме того, для державы это экономия ресурсов. На варте спокою и беспеки. Пожарный аварийный аваритовальный отрад Гомельского областного управления МНС означал 25-ти годовый юбилей. За час своего основания подразделение неодноразово примало непосредный удел у ликвидации надзвышанных ситуаций природного и техногенного характера. Супрацовники отрада смелые, расчутшие люди, которые имеют серьезную физическую и психологическую подрыхтоку, готовы справляться с великими нагрузками и стрессовыми ситуациями. В залежности от характера здоровья выратовальники умеют и мгненно переквалификоваться у пожарного, водолаза, химика, медика или альпиниста. И каждый из них зробит все махшимое, как допомогти человеку, который трапил в беду. Начальник Гомельского областного управления МНС Сергей Дзержковский повиншовал коллектив с юбилеем и уручил супрацовникам державные узнагороды. Гомельский аварийно-спасательный отряд за весь свой продолжительный период спас более 6 тысяч человек. Их были найдены на льдинах, в лесах, были спасены с высот. На сегодняшний день аварийно-спасательным отрядом Гомельского областного управления МЧС существует самая современная техника, внедряются самые инновационные технологии по спасению людей во всех сферах нашей жизнедеятельности. И, конечно же, наш отряд в любую секунду готов прийти на помощь для граждан нашей страны, нашей республики. Ярким протягом свято стали показальные выступления от воротовальников Гомельшины. Так само в Азии гостей представили выставу пожарного аварийно-воротовального обсталявания. Завершилось мероприемство концертной программой, подрихтованной вокально-инструментальным ансамблем «Отрада». Это и другие новины. Информация о проектах Телерадо компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте и интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова